Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Президент Игорь Дадон был очень взвинчен. На этой встрече президент Дадон Тресси постоянно говорил Санду и Настасе, которые тогда были вместе, вы готовы идти до конца? Потому что я иду до конца, у меня нет пути назад. В противном случае Плохотнюк арестует Галину и моего брата. Продолжение следует... 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 потребовав привлечь к ответственности судей, которые рассматривают дело председателя политформирования Илона Шора. По мнению законодателей, глава Минюста завуалированно дал судьям указание вынести по делу обвинительный приговор. Министр юстиции, несомненно, продвигает политические интересы с целью уничтожить парламентскую оппозицию. Есть риск незаконного вынесения приговора политическому лидеру, находящемуся в оппозиции по указанию правящей партии и ее неформального лидера Игоря Дадона. Накануне депутаты от политической партии Шор выразили вотом недоверие министру юстиции и потребовали отставки Фадея Нагачевского. Депутат Денис Уланов призвал главу Минюста, цитата, уйти добровольно, сохранив остатки достоинства. Также он подчеркнул, что вынесение приговора Илону Шору всеми силами добивается Игорь Дадон. 25 февраля после того, как фракция политической партии Шор потребовала отставки министра юстиции Фадей Нагачевский в интервью нашему телеканалу заявил, что не хочет вступать в политические дискуссии с депутатами, так как является членом правительства. Кроме того, по словам Фадея Нагачевского, он подчиняется только Конституции Молдовы и выполняет все свои обязательства в соответствии с законодательством. В Молдове будет упрощена процедура регистрации политформирований. Конституционный суд постановил, что из закона о политических партиях должны быть убраны условия о том, что при регистрации новое политическое формирование должно насчитывать не менее 4000 членов, представляющих разные регионы страны. Эти положения признаны неконституционными. Решение КС было вынесено 21 февраля. Ожидается, что парламент пересмотрит закон до 31 июля. Согласно решению Конституционного суда, условия числового критерия и территориального представительства становятся сложным препятствием, которое необходимо преодолеть при регистрации политической партии. Требование о том, чтобы на момент регистрации новое политформирование насчитывало не менее 4000 членов и все они проживали в не менее чем половине административно-территориальных единиц Молдовы второго уровня, при этом не менее 120 человек должны проживать в каждой из указанных административно-территориальных единиц, признано судьями чрезмерной и непропорциональной мерой. Решение Конституционного суда было принято на основе материалов дела о группе людей, пытавшихся зарегистрировать новую партию. Сделать этого не получилось, потому что политформирование не смогло соблюсти количественных критерий и требования по территориальному представительству. Решение суда окончательное, не подлежит обжалованию и должно вступить в силу с 31 июля. Сейчас в Молдове зарегистрировано 47 политических партий и движений. Партия социалистов зарезервировала для своих целей площадь Великого национального собрания в Кишиневе на год вперед. По информации Диски ДМД, политформирование подало несколько заявок в Примырию, предупредив о намерении организовывать митинги каждые выходные в этом году. Некоторые фотографии с запросами по СРМ были опубликованы в социальных сетях столичным муниципальным советником Корнелю Пынтя. В документах, поданных социалистами в Примырию, отмечается, что для проведения мероприятий необходима установка временных сооружений, сцены и оборудования, а сама Примырия обязана будет обеспечивать в этот период общественный порядок. Далее блок новостей, связанных с вирусом COVID-19. Стремительное распространение коронавируса вызывает опасения властей соседней страны. Так, итальянцу, который посетил Румынию в прошлые выходные, был поставлен диагноз коронавирус после возвращения домой. В настоящее время мужчина госпитализирован в инфекционную больницу итальянского города Римени. Между тем, число погибших в Италии из-за вируса нового типа достигло 11 человек, а более 320 жителей страны оказались заражены. Румынские власти распорядились принять меры по карантину или изоляции инфицированных после того, как во вторник у 71-летнего итальянца из города Римени, который посетил Румынию в прошлые выходные, был диагностирован коронавирус. Мужчина находился в населенных пунктах Краева и Жудец-Горж в период с 18 по 22 февраля, где он контактировал с несколькими людьми. Он вернулся в Италию субботу вечером и уже в воскресенье был положительный результат теста на коронавирус. Согласно итальянским СМИ, мужчина, который сейчас находится в больнице, является первым заболевшим коронавирусом в регионе Римени. Однако его жизни ничто не угрожает. Этот случай, а также большой поток граждан, возвращающихся домой из пострадавших районов Италии, вызвали у Румын панику. В супермаркетах гигантские очереди. Люди делали запасы продуктов впрок. От масла и муки до предметов личной гигиены. Фото пустых полок магазинов появились в соцсетях. Между тем, среди заболевших коронавирусом COVID-19. В Италии уже умерло 11 человек и более 320 были инфицированы. Как сообщает Францпресс, во Франции были подтверждены два новых случая заражения. Таким образом, общее количество случаев, зарегистрированных во Франции с начала кризиса, вызванного новым коронавирусом, достигло 14 человек. Швейцария объявила о первом случае заражения во вторник. Новый вирус вызвал проблемы и в спортивной среде. В Международном олимпийском комитете внимательно следят за новостями об эпидемии. Пока не решено, будет ли проводиться Олимпиада в Токио этим летом по уже утвержденному графику. С начала эпидемии было подтверждено около 78 тысяч. Случаев заболевания коронавирусом более 2700 человек умерли. За последние 24 часа на въезде в нашу страну людей с симптомами, характерными для коронавируса, обнаружено не было. По данным пограничной полиции из Турина, Милана и Рима, самолетом в Молдову прибыло более 430 человек. В качестве меры защиты министра здравоохранения Виарика Думбревяну настоятельно призывает граждан Молдовы, которые возвращаются домой, предоставлять всю запрашиваемую информацию, а именно заполнить бланк эпидемиологической анкеты. Также сегодня, 26 февраля, по инициативе Минздрава граждане Республики Молдова, получили СМС-сообщения от правительства, в которых им советуют заботиться о собственном здоровье и немедленно обращаться к врачу при первых же симптомах респираторных заболеваний. Экономические последствия эпидемии коронавируса пока невозможно оценить, но финансовый мир ожидает худшего. Каждая отрасль промышленности несет огромные потери. От коронавируса уже погибли почти 3000 человек, а количество заразившихся превысило 80 тысяч. Вспышка вируса в Италии привела к остановке деятельности предприятий, которые оказывают самое существенное влияние на экономику страны. Президент Всемирного банка заявил во вторник вечером, что коронавирус, по прогнозам, окажет негативное влияние на глобальный экономический рост. Президент Всемирного банка рассказал, что темпы роста мировой экономики в первой половине 2020 года могут быть ниже, чем 2,5%, которые были спрогнозированы изначально. Сейчас процесс оценки риска воссложняется сомнениями в распространении вируса. Тем не менее, эксперты Всемирного банка подсчитали, что распространение коронавируса может привести к гибели миллионов людей и разрушить процент мирового ВВП. По оценкам экономистов, распространение вируса обойдется мировой экономике в 11 триллионов долларов, а США и Еврозона войдут в рецессии в первой половине года. Глава Всемирного банка вышел с заявлениями вслед за руководителем Международного валютного фонда, который на прошлой неделе рассказал, что эпидемия коронавируса побудила МВФ пересмотреть оценки потенциального роста мировой экономики на 0,1%, заявив также, что фонд рассматривает и более пессимистичный сценарий. Последствия эпидемии коронавируса уже ощущаются. Цена акций на международных биржах снижается ежедневно, так же, как и цена на нефть. Золото же растет в стоимости. Унция золота сейчас стоит 1688 долларов. И это самая высокая стоимость за последние 7 лет. Крупные промышленные производства были вынуждены прекратить работу, потому что запчасти поступают из Китая, где в течение нескольких недель не работают фабрики, а десятки миллионов людей остаются в карантине. Цена нефти упала до уровня ниже 56 долларов за баррель после того, как крупнейший ее импортер Китай, парализованный коронавирусом, закупил нефть только в небольших количествах. В то время как с полок столичных аптек исчезли защитные маски, в интернете появились бизнесмены, которые пользуются созданной ситуацией и продают эти виды товаров по завышенным ценам. А вот министр здравоохранения Авиарико Думбревяну заверяет, что в стране нет нехватки медицинских масок и что они ежедневно доставляются в фармпункты. Тем не менее, наша съемочная группа убедилась, что этих средств защиты от вируса, по крайней мере, в аптеках столицы, точно нет. Фармацевты сообщили нам также, что и все запасы исчерпаны, а масок нет в продаже уже несколько недель. Нехватка защитных масок во всех столичных аптеках становится все острее. Наш репортер смог убедиться в этом лично, когда обошел в поисках средств защиты более десяти столичных аптек. К сожалению, маски начали исчезать с аптечных складов на прошлой неделе. Ситуация на этой неделе уже более острая. Найти маски на фармацевтических складах в Кишиневе практически невозможно. Еще сложнее найти маски по ценам, приемлемым для покупателей. На данный момент у нас нет нехватки по другим позициям, кроме масок. В другой аптеке такая же ситуация. Как давно их нет в продаже? Недавно. Сколько? У нас их нет примерно неделю. В этой аптеке на бульваре Трояна, которая стала седьмой по счету, куда обратилась наша съемочная группа, тоже нет масок в наличии. Фармацевты пожимают плечами и утверждают, что эти средства защиты пользуются повышенным спросом с тех пор, как молдаване узнали о коронавирусе. Из-за этого запасы быстро закончились. Мы попытались счастье и на одном из сайтов продаж, где нашли нужное нам объявление, но цена на маски там очень завышена. Мы связались с продавцом, который был предельно лаконичен. Здравствуйте. Маски у вас есть в наличии? Да, есть. Сколько и по какой цене? На сайте есть четыре типа масок от 7 до 24 леев. Однако вскоре после этого мужчина положил трубку и больше не отвечал на звонки. Также в интернете мы нашли и респираторы стоимостью 120 леев. Мы попытались выяснить, была ли разрешена такая торговля, на что в полиции нам сообщили, что не располагают подобной информации. Жители столицы подтвердили, что и они защитных масок найти не могут. Я обошла несколько аптек, и они сказали, что нет ни на складе, ни в продаже. Я думаю, что их продают с рук. Если вирус придет к нам, я думаю, мы вымрем, как мухи. В развитых странах Италии и других развитых странах, которые подготовлены, у которых есть все, что им нужно, все равно люди умирают. Я пошла в аптеку, чтобы купить перчатки, и хотела взять маску, потому что начались проблемы с вирусом. Я спросила, есть ли у них маска, и они сказали мне, что нет. В то время как дефицит масок и других средств защиты очевиден для всех, министр здравоохранения Авиарико Думбревяну утверждает, что в нашей стране проблем с обеспечением нет. Маски есть в магазинах, ежедневно доставляются в аптеки. Только из-за паники существующие в обществе люди в больших количествах покупают эти маски. И таким образом это приводит к тому, что к вечеру этих масок в продаже уже нет. Представители агентства по защите прав потребителей и надзору за рынком обратились к Совету по конкуренции с просьбой проверить, оправдано ли повышение цены на маски и существует ли сговор между фармацевтическими компаниями. В то же время члены правительства проголосовали за решение, согласно которому коммерческая надбавка за медицинские маски и другие средства индивидуальной защиты не должна превышать 20%. Администрация Кишиневского международного аэропорта предпринимает все меры санитарной безопасности, чтобы предотвратить распространение инфекции коронавируса. Всем пассажирам предоставляются защитные маски и дезинфицирующие средства, включая и специальный раствор для рук. Багаж прибывающих из Италии перед передачей хозяевам обрабатывается антибактериальной жидкостью. Прочесть о том, как защитить себя от коронавируса, путешественники могут на специальных плакатах, которые развешены в здании аэропорта. У стойки информации можно бесплатно получить маски, а люди, которые хотят продезинфицировать руки, могут воспользоваться дозаторами со спецсредствами, которые также установлены в аэропорту. Кто знает, что привозят к нам те, кто приезжают сюда? Можно лицо умыть. Нет, в этом ничего страшного, потому что это спирт. Люди не должны бояться, потому что спирт может помочь решить проблему, и все будет хорошо. Я думаю, что во всех местах скопления людей должны быть установлены такие вещи. У сотрудников аэропорта также есть все необходимое для обнаружения и предотвращения распространения смертельного вируса. Мы приобрели дозаторы с антибактериальными средствами. Дозаторы всегда пополняются, когда дезинфицирующее средство заканчивается. Для всех сотрудников аэропорта куплены защитные маски и резиновые перчатки. В связи с тем, что коронавирус может выживать и на разных поверхностях, специальные меры предпринимаются и при погрузке, и выгрузке багажа. Он дезинфицируется, а багаж тех, кто прилетает из Италии, проходит дополнительную обработку. При выгрузке багаж обрабатывается специальным раствором, помещается на ленту, а по прибытии к хозяевам снова дезинфицируется. Перед вылетом медицинские работники проводят специальный инструктаж и для экипажа самолета. Нашей съемочной группе удалось лично увидеть, как к вылетам готовятся бортпроводники авиакомпании «Эйр Молдова». Не забывайте, что вы должны всегда носить маски и медицинские перчатки. Каждый член экипажа носит защитные маски, и пассажиры тоже могут попросить маску. На борту есть специальный набор, в котором дезинфицирующие растворы, одноразовые перчатки, защитные маски и другие спецсредства. Пограничная полиция проверяет всех пассажиров, прибывающих в страну, с помощью двух тепловых сканеров, которые измеряют температуру тела. Это мера по выявлению возможно зараженных коронавирусом людей. К другим темам. С виду это небольшой дом, но под его крышей умещаются несколько столетий городской жизни. Речь о музее истории и этнографии Аргеева. Сегодня это место, где собраны уникальные коллекции монет и старинных книг. А постоянная экспозиция посвящена историко-археологическим исследованием на территории края. Здание по улице Ринаштири на Теонале 23, Аргеев. Здесь буквально каждый кирпичик – история. В первой половине 20 века здесь жил главный архитектор города Мирча Бенгулеску. Из-под его руки в муниципии вышли мосты через Реут и многие здания, в числе которых издание нынешнего музея истории и этнографии Аргеева. Здание музея появилось в 1928-29 годах 20 столетия. Это было здание архитектора нашего города и уезда Мирча Бенгулеску. Он сам проектировал, он сам построил. Котельцы и другие строительные материалы были взяты из нашего городского карьера. Ничего лишнего. Материалы, строительный материал из наших кодров. Детище Мирча Бенгулеску на протяжении полувека служит домом для более чем 22 тысяч экспонатов. Каждый из них знакомит не только с историей появления Аргеева, его основателями, культурой, но и помогает узнать больше о народах, живших в различные времена на территории города, а как дата уезда. В последнее время, как это не парадоксально, в последнее время у нас, вот с Нового года, мы наш музей посетили и американцы, и Израиль были, и Польша были, были в Великобритании, были в Польше даже искали родственники на территории нашего уезда. Мы сказали, где их можно найти, Зарубежных туристов, как правило, интересуют редкие и старинные экспонаты, как эти монеты, например. Отдельные из них пополнили коллекцию музея истории и этнографии после раскопок в Старом Аргееве и самом городе. Это русские и турецкие монеты. Среди них есть деньги из серебра и даже платины. Впервые за многие годы мы перевели с архивных фондов ценные вещи, которые мы гордимся. Это монеты 1562 года, 1777 года, 1820 года, 30-95 года и начиная с 18-го года по 45-й год. Все же большинство экспонатов в музее – старинные книги, предметы быта, орудия сельского хозяйства. Вот, например, черепица с кирпичного завода. Каждая сходила с конвейера с именной гравировкой. Аргеев – Бессарабия. Ее использовали не только в Аргееве, но и во всей Бессарабии. Отправляли в Румынию и даже в Царскую Россию. Ворота, которые ведут во двор музея, тоже экспонат, причем вполне действующий. Сохранились еще со времен того же архитектора Бенгулеску. Что примечательно, кованая работа выполнена без единой сварки. И, по словам работников музея, прослужит еще не один год. Чего не скажешь о здании музея. Сейчас оно буквально кричит о необходимости ремонта. Зная о проблеме, на решение которой требуются немалые средства, руководство муниципия обратилось к руководству страны. Мы начали с соответствующих поправок в парламенте Республики Молдова, которые будут внесены в закон о бюджете на 2020 год. К сожалению, молдавская политика проигнорировала пожелания партии Шор, касающиеся ремонта музея и ремонта здания земства, которое также является памятником архитектуры в муниципе Аргеев. В поисках помощи обратились и в международные организации, а также в ЮНЕСКО с просьбой расширить список наследия, внеся в него данные объекты. В ожидании перемен Аргеевский музей, кладезь для любителей истории, ежедневно хранит и популяризирует все, из чего на протяжении веков строился город. На этом наш выпуск завершен. В студии была Ирина Варсан. Я прощаюсь с вами. Далее смотрите прогноз погоды на четверг. Хорошего вечера и добрых новостей. В Кишиневе 27 февраля ожидается 11 градусов тепла. В Бричанах и Бельцах 7 с положительным знаком. Пройдут дожди. В Сороках и Флорештах 7 градусов выше нуля, в Леушенах плюс 9. Ожидаются осадки. В Аргееве также 9 градусов тепла, в Унгенах 7 выше нуля, в Дубасарах плюс 11. Дождь. В Террасполе и Камрате 13 градусов выше нуля, в Кагуле 14 градусов тепла. Погода дождливая. Переходим к погоде за рубежом. В Бухаресте дожди. Температура 12 градусов выше нуля. В Киеве плюс 6. Осадки. В Москве 2 градуса тепла. Ожидается снег. Погода пасмурная. В Лондоне 6 градусов выше нуля. Дожди. В Мадриде 18 с положительным знаком. В Париже плюс 12. Пройдут осадки. В Риме 13 градусов тепла. Дождь. В Берлине 5 градусов выше нуля. Погода дождливая. В Афинах температура плюс 16. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»